друзья всем привет ну что вы готовы к новому уровню контента на моем канале у меня в ногах сейчас находится вот такая вот котлетка и я еду покупать новую тачку причем максимально уникальным способом о котором вы узнаете выпуске поэтому смотрите до конца сразу подписывайтесь ставьте лайк и обязательно досмотрите этот выпуск потому что он будет максимально ядерно если так задуматься вот здесь сколько лежит здесь тут 5 миллионов рублей миллион и вот 5 просто огромные деньги огромные деньги очень все мы трудимся да вот в этой жизни ради того чтобы заработал вот по факту когда ты держишь достаточно большие деньги в руках ты думаешь неужели это ради этого наверное как говорит я это для того чтобы менять деньги на какие-то эмоции вот сегодня ты меняешь вот эту котлетку ради которой ты старался на и можно очень некий эмоции кстати вот реально 5 миллионов рублей а по сути ну смотрите какая маленькая пачка по сути это ничего для многих людей это деньги всей жизни а по сути ну это вообще фигня которую некоторые зарабатывают за секунду сложная жизнь сложный мир нужно приспосабливаться согласен согласен короче вот она друзья тачка обмен будет там все друзья вот он ключ вот она тачка теперь представляю вашему вниманию mercedes е63 s amg который я купил но это очень важное событие него можно отметить прям на календаре короче то ешка белая в свежем состоянии есть панорама тут есть рестовый руль карбончик ну все как надо по красоте туда же сиденья с алькантаркой по бокам ну прям такой спортивный салон мощный мерс сейчас мы его проверим на прочность а для начала да снимем туповый тик ток короче на ней пробег 58 тысяч километров данный момент и как так получилось что я купил mercedes спросите вы совсем негативом по отношению к этому бренду смотрите выпуска до конца я вы все прекрасно друзья поймете сами вот это реальная дальше а вот на три буквы машину не назовут стриме руля вену системы с безопасностью мерседесе конечно бешеный меня уже три раза ремень зажал из точно близко к машине подъезжал максимально непривычная а выключить ее по моему не вариант но чё как со стороны тачка очень красиво очень первые эмоции в общем она ощущается как будто это бомб тройка как будто меньше им 5 гораздо и более такая жесткая собранная параллежки еще я не смог ее затестить потому что не было скорости одни пробки но так . бодры взорваны конечно после второго стейджа на ней на стойке кататься неинтересно но объезжает 95 процентов потока в городе охренеть выхлоп громкий снаружи выхлоп нереально громкий снаружи а в салоне вообще мне не ощущалось в салоне его вообще не слышал и тачка огонь как бы это удивительно не звучало из моих уст но типа просто покайфовать кто не хочет жесткого прям дрифта покупайте ешки итак час марат прокатится и ощутит расскажет вам каково это каково это ездить на ешки ручку да вот салон тут топовый честно говоря после и самое главное что тут сиденье не ковши а комфортно за это вас и на него лицо даже в них жестко нет на они еще поворотах накачивают боковые поддержки прям очень круто это выглядит что ты говоришь это она хорошо на сколько ну по десятибалльной шкале семьи просто все дальше это эмки ну да алина это вот дима в его новой машине что за кайф ты тебе представить не можешь нереальная тачка просто жалко ты просто не представляешь что это очень классно очень короче сейчас приедем к ней и покажем на самом деле у нас пришла идея гениальная наш любит porsche и только porsche если не porsche она будет плакать подогнать какой-нибудь porsche найти резко не скажешь что я его купил она обрадуется потом показать этот мерси она зарыдает друзья 1 на очереди у нас кто увидит эту тачку ящик сейчас он очень удивится мы приехали специально за ним сервис lamborghini потому что где он находится где вы как думаете его урус конечно же в сервисе вы серьезно зачем мы фсд скупили потому что потому это шутка это не мы на шланге покататься вы в аренду взяли они кажутся ты купил себе ешку 63 я как определить машина арендована или нет документы данные показывать не будем но вот от нее птс 2 ключ дкп хорошо зачем она же не едет какой пробег небольшой 58 тысяч я не верю что вы ему 60 тысяч это это новый руль а ну шалькантар еще живая она просто то ли было перевертый штатал утопленник все как мы любим и сколько стоило мы не афишируем стоила она лайка и подписки я короче скажи сколько она стоила когда я буду продавать такой небольшой спойлерок вот не очень интересный один вопрос ты всегда был брат вывис скажите что должно случиться плохого в жизни человек бмв пересел на мерседес а это я расскажу в конце я могу сразу дать комментарий она сама по себе жестче собране но рулится хуже чем ребят так в общем скажи мне вот все говорят разница бмв мерседес для задачи не не сначала не покажешь не пойму но разница есть салон красивей машина другая нету этого наслаждения которые только бмв у тебя ручки и ножки дрожат я вот мы с дима сидим философт бмв или мерседеса что ты скажешь по поршу порш не надо затрагивать потому что бмв соревнуются с мерседесом аузи порш соревнуются с бентилом маргинь феррари так что это другой уровень особо подобное чтобы человек вообще говорит я порш вопросов нет это и стиль и скорость но это вот 9 9 2 турб с это сила это сила вот это да какая у тебя автомобильная мечта есть у меня один на примете это ураган с то он ебейший он на заднем приводе на нем можно идти боком дымить на хуракане и он намного круче перфоманды вот его я хочу он стоит как если джейдон и честно джейд я его хочу я его я кстати поставил цель его купить на инвестициях чисто на инвестициях то не в курсе телеграм-канале можете по ссылке в описании устать как я все рассказал это нереальный дачки знаете в моем канале там все написано профессиональным языком нужно ну хотя бы иметь представление и понятие знать не специально для тех кто вообще не шарит мне тоже кстати алина вчера я зашла в канал и вообще ни слова не поняла речь специально для этого я готовлю марафон обучения бесплатное просто обучение для всех желающих это нереально нужная и полезная информация если мне ее предоставили года четыре назад я бы не знаю я бы сейчас был в 5 раз богаче я готовлю и проведу чуть позже бесплатный марафон об основах инвестиций просто базовая информация например знали ли вы что 10 процентов от ежемесячного дохода нужно откладывать в инвестиции на пенсию будущем я не знал я назвал признал дима смотри вот мы можем за зафиксировать я не знаю когда у марафон раньше но мы фиксируем то что марафон будет бесплатно стопро пацаны реально вынесу что-то полезно для себя оттуда это будет самая ценная информация которая когда-либо предоставлялась от наличь на он скорее всего уже есть посмотрите проверьте ссылки в описании и задавайте вопросы для рубрики мы выберем самые интересные вопросы скинем победителю сколько монах нас двое до 2000 раз хорошо 2000 вот начнем с 2000 за самый интересный и провокационный вопрос если будет человек который напишет максимальное количество реально прикольных вопросов они ему подарят жигу на новой машине дима мы поедем и отводим кстати поедем и и прикурим на этом версии а а а а а а а дикойникс мы только что встретили друзья даже красный икши 7 новом кузове новый икши 7 в красном цвете просто сок он реально сочный очень идет этот свет согласен полностью очень красивый у меня убать и предыдущем кузове в таком цвете на солнце вообще переливается очень красиво смотрите оцените друзья в комментах это все смотрите друзья хотел с porsche сделать небольшой пранк что имеем экспедиент кстати вон рулится прикольно мне кажется он рулится лучше чем ешка ахахаха даже x5m как будто мне больше нравится а вот они эмоции даже x5m больше эмоций дарит что за херня честно говоря я в шоке у меня никогда не было мерседеса и походу после этого тоже никогда его не так а короче приехали к алине она пишет иду лиц жду я слышала выхлоп похоже на porsche мне кажется классный porsche не а вот это топовый porsche блин вот она она матерится уже ты реально купил? ну открой дверь она что забыла что ты это видела? ты реально купил? ты что прикалываешься? как тебе? ты это не шутка хорошая шутка ну видишь это не шутки мы встретились маршрутки какая-то нерадостная почему радоваться то? самый лучший джип в мире дим ты не шутишь? это реально самый лучший джип в мире я сейчас появился на другой машине и охренел от того насколько он эмоциональный да ладно мы с Арсеном сейчас поменялись да на две минуты я надеюсь сейчас мы приедем к новой тачке я очень надеюсь на это да я просто надеюсь на это нет точно не эта машина слово тебе, господи, спасибо просто такое двойной обман понимаешь, что ты договор с моху записывал мне на всех показалось, что это Porsche я уже обрадовалась но радость была недолгая ну что у тебя есть предположение какая машина? да нет у меня я надеюсь, что это М8 либо McLaren либо М5 но М8 и М5 одно и то же потому что мы с ним поспорили ну что? да, пришел Мишку а ты выигрыш в какой ситуации? если это McLaren или М8 а чем мы решили, если проиграешь, то то я собираю все вещи а, и как нет, в смысле ну так примерно выглядит посадочное место водительская экспедем я надеюсь, что это Porsche потому что даже если я проиграю я просто полечу про вас давай на, сделай, замотай глаза себе, пожалуйста все, Алина готова к встрече вот она бомба приехала выходи дай я потрогаю ну и рукой левую убери стой, она высокая все, все, все вот она машина все, снимаем снимай стой пузы ха-ха-ха-ха Роль Моцарт, он эмоциональнее, чем вот эта машина, конечно. Не, ахуёй! Там нету, точнее, тут нету такого, чего там переприручение есть. Вот вставим, сейчас вам определим. Арсен сейчас ехал и говорил, что он часто думает о том, зачем он купил Икса. Типа, может, надо было что-то другое. Но напишите все в комментариях, пожалуйста, что Икс Варсинг топовый, реально вот это вот топ. Алина, ну что, ты довольна? Ну, не Порш, конечно. Ну что, и каково тебе, что? Она ж любит Мерседесу. Она не я. А как у тебя вообще Мерседес оказался? Сейчас, подожди, я. А это мы узнаем в конце выпуска, кстати, все это узнают. Я проигралась. Ну, по сравнению с М5, она, конечно, мертвая. Она мертвая? Да. Знаешь, что по сравнению с М5 мертвая? Ну, может быть, потому что... СМ5 по сравнению все мертвое, Алина. Это отдельный класс. Это вот, знаешь, как, не знаю... Выделившийся из разнообразия. Так я же говорю, потому что типа их сравнивают, там ставят... Алина, смотри, Ешка – это бизнес-класс в самолете, да? А 5-ая – это private jet. О-о-о-о. Дааааа! Если не брать во внимание, не знаете, что такое BMW, это топовые тачки. Если знаете, что такое М5, это говно. Дима педалирует, Алина возмущается, что это не Porsche, а мы с Яном отвечаем на ваши вопросы. Давай, начну с самого начала. Во-первых, в прошлый раз я обещал, что каждый раз мы будем отвечать на вопросы в новом месте. Прикольно. Новая машина Димаса. Для начала скажу, мы открыли новую рубрику. Там каждый или через выпуск мы будем отвечать на самые интересные вопросы, которые вы пишите в комментариях. И будем скидывать деньги за самые креативные. Кто мы? Я человек за кадром, это Ян. Мы никто, по сути, да. Рассказать о себе интересного нам нечего. Мы друзья Димы, знакомы мы давно. Из универа под названием Всевышний МГИМО. МГИМО. Вопрос для рубрики. Откуда у Димы столько денег и откуда он их берет? Точно никто не знает. Ну да, это реально. Мы его давно знаем, но своими заработками он сами не делится. У Димы много денег инвестировано в всякий бизнес. А, кстати, да. Это правда. Это я слышал. Он сидит на дивидендах. На дивидендах, да. Он получает проценты, вкладывается. Вот это я знаю точно. Так, какая самая быстрая тачка Димона? Димона? Ну сейчас, наверное... Покажи. Сейчас это, наверное, мешка. На данный момент вот эта. А если в принципе, ну, наверное, это... СВЖЕЙ. СВЖЕЙ, мне кажется. СВЖЕЙ, да. Ну... Какой был первый секс и во сколько? О-о-о-о! Ну, смотрите, это мы не знаем. Вопрос интересный адресуем его к Диме. Первый секс был изумителен. О нем знают только три человека. Потому что это было все... Я даже не могу описать кого. Это было в 15-е. А, я хотел предположить, что в 15-е. Они встречаются. Уже шесть лет. Нет. Шел Дима как-то мимо детского стана. Где Ако? Он до сих пор в универе МГИМО. Второй курс магистратуры учится. Мне кажется, самый классный вопрос. Надо будет ему потом отправить 2000 рублей. Как победителю. Потому что самый классный вопрос. Только он жалко не подметил именно кто. Ну, я буду адресовать этот вопрос Диме. Да. А лизал когда-нибудь девушке в арене? Дима. Я считаю, что курнингус это замечательно. Так как мы честно отвечаем на вопрос, ты должен ответить честно. Да. Ответ нет. Ответ нет. Офицер Пуласки. Вот тут появится твой ник. Ты выиграешь 2000 рублей. Мы тебе скидываем на карту. Напиши, пожалуйста, Диме в Директ. Мы скинем тебе деньги и мы... Зададим твой вопрос всей нашей компании. Потому что в нашей компании есть некоторые персонажи, которые любят вареники. Сейчас едем встречать главных юмористов этого города. Самый главный и ответственный момент этого ролика и этой машины. Как выключить стабилизацию? Я знаю. Так, что говори делать. Остановись. Включи рейс, встань в механику, выключи стабилизацию полностью. Держи кнопку. Держи. Все. Зажми два лепестка одновременно. Все? И правый лепесток. Дим, я тебя уважаю. Очень легко? Очень. Очень легко построить с бомбой, конечно, но... Смотрите. Так, давай, снимай ролики. Давай, снимай. Давай, снимай. Димас! Димас! Димас проще, полегче, по-братски. Фу, это был жесткий навал боком. О! Я знаю, что еще. Димас, заедь, припаркуйте. Ну, давай. О, блогерян! Моя новая машина! Хуй-та! Ну, давайте, говорите, как вам? Везет! Говно! Ну, типа... Хуй-та! Тебе на Мерседе везет. Хорошо, что там бордюра нет. Хорошо. Да. Вот так вот звучит Мерседес АМГ 63С. Кстати, потеют фары. И вторая потеет фара. Что довольно-таки странно. Лучше, я думаю, не рисковать больше. Лучше, я думаю, не рисковать больше. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Росток? Офигеть снаружи громкое по сравнению с салоном. Ладно. Я должен признаться. Вы реально подумали, что я мог тронуться умом и купить Мерседес? Чего, блядь? Сука. Короче, эта машина пробудет чисто несколько дней. И потом дальше улетит в свободное плавание. Мы ее купили чисто перепродать. Резко. Нихуя вы. Нихуя вы махинатори, блядь. Посмотри на ее лицо. Она улыбается, но, блядь, ей обидно. Не расстраивайся, Алиночка. Будет у тебя лучшая машина. Блядь, реально платится. Алин, хотели еще жестче, но хорошо, что хоть так сделали. Она уже права, блядь, не делала. Не, ну права можно сделать. Она пока у нас. Зачем права, если не зачем ездить? Блядь, не-не, она пока у нас, Алин. Среди дня. Не, ну не три. Может, пять. Может, завтра день. Ну, хватит. Не надо меня снимать. Ну, все хорошо. Но она на самом деле не очень. Машина уже становится. Честно. Вон, послушай выклоп. Послушай выклоп, отстанет. Вот машина с левой таксу. Зачем плакать? Да не надо меня снимать. Ты пошел. Почему? Да это машина. Она, тем более, не в очень хорошем состоянии. Там пробег 57 тысяч километров. Она с семнадцатого года. Уйди, пожалуйста. Ну, объясни тогда. Пожалуйста, что ты меня снимаешь. Объясни тогда. Что случилось? Ну, потому что ты никогда в жизни не купил. Прям раз это. Я его зачем-то продал. Да не могу. Я его еще не продал. Продолжение. Ну, да, естественно. Как и любую машину. Ну, тогда я его куплю. Через три дня ты его продашь. Да. Даже не себе его купил. Да. Тогда почему споры я проспорила, если это неправда? Правда? Что мы спорили? Купил какую-то очку и куплю. Димас, в общем, у нас есть к тебе вопрос, на который, к сожалению, мы с Яном не можем найти ответ, но он нам показался очень интересным. Дима, на какие камеры ты снимаешь выпуски и где ты их покупаешь? А, наверное, всем понравилось качество картинки новой камеры. Я, кстати, недавно купил Sony A7s3. Эта камера, которая в сборе с микрофоном и объективом стоит 490 тысяч рублей. Поэтому вообще, пиздец, огромная сумма. Но зато это сейчас топовая камера на ближайшие 3-4 года. Я, грубо говоря, проинвестировал в контент, чтобы он был топовый. У меня есть еще другие камеры, но это топ. Я поэтому сейчас буду снимать все на нее. Она, правда, очень тяжелая. На принципе, кофер. Где я их покупаю? Что-то странный вопрос. Но, кстати, обычно я покупаю их на горбушке. Потому что там цены в среднем всегда на 20% ниже на любую технику, на любой товар. Кстати, я потерял очередные наушники вчера. Airpods и кейпаны, как они теряются часто. Можно заехать, как раз покажу горбушку. Друзья, ну Ешка пока что не подводит. Короче, мы приехали на горбушку. Сейчас покажу, где я покупаю айфоны, аксессуары и подобные вещички. И это все тут дешевле, чем в обычных розничных ритейл магазинах. Заходим внутрь. Короче, вот есть рынки продуктовые. Это рынок технический. Ты приходишь, можешь все попробовать. Каждый метр прилавки. Все разные владельцы продают разную технику. И тут очень жестко все торгуются. Семьсот. 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 Семьсот рублей. Ну, типа, ты можешь в один прийти, тебе скажут, там, все, ну, за айфон восемьдесят пять тысяч. Приходишь в соседний, тебе скажут, я за восемьдесят четыре дам. Да, да. И сюда идешь, тут восемьдесят три. Советую просто приехать даже вот посмотреть, что закупить. Ну, это реально угар. Смотрите, тут продаются АК-47. Винокли. Там видеокамеры наблюдения. Всякие аксессуары. Эппл. Дайсон. Ну, а я, так как тут все уже знаю, иду сразу в магазин, где все чаще всего покупаю, где самые нормальные цены. Кстати, вот сюда вот. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вы подготовили, да? Да, пожалуйста, наушечки. Так, сейчас расплатимся. Вот, одиннадцать тысяч рублей в официальном ритейл-магазине стоит тринадцать тысяч, то есть экономия две тысячи. Если сравнивать с айфонами, допустим, топовый айфон стоит 140к, 512, Pro Max 12. Здесь он стоит сто двадцать пять. Типа экономия уже в пятнадцать тысяч рублей. Ну и зачем просто так выкидывать вот эти, грубо говоря, пятнадцать, двадцать и так далее тысяч рублей, если их можно сэкономить, друзья. Вот эти свободные средства даже можно тупо инвестировать. Ты уже с этих там пятнадцати-двадцати сэкономленных тысяч рублей потом можешь купить уже себе целый айфон. Это можно продолжать бесконечно, но вот так это все работает. Друзья, вообще чуть не забыл. Ребята, машина у нас сутки. У нас сутки машина, и мы уже ее затюнинговали. А точнее мы ее освежили. Мы, короче, сняли из задней полусферы тонировку. Сейчас заедет она на химчистку. Ну и, в принципе, она белая красивая. Мне кажется, это самый удачный цвет для Е-63. Очень красиво красный, задние фонари под красные суппорта. Все остальное белое и черное. На самом деле она выглядит мощно. Бля, была бы еще и М-кой, была бы вообще пиздот. Ян, а у тебя ключи от Жиги? Нет. Как не у тебя? А у кого, у Лехи? Мы думали, что у Димы. Нет, я же ее и ходал, и не видел больше. А-а-а, пацаны, они не у меня. Получается, они в Жиге. Вы нахуй мы аккумулятор купили? Вы купили аккумулятор? Хорош, пацаны, это заслуживает респекта. Давайте в 5 часов на набережный Тарас Шевченко. В 4.30. Нет, в 5. В 4.45, тебе не мне. Ладно, в 4.55. В 4.50 и точка. В 4.55 и косарь с продажей Ешки твой. О, все. Все, договорились, давай. Кстати, Ешку мы купили за 5 миллионов 200 тысяч рублей. Мы ее покупали не с целью заработать. Идея была красиво открыть новый проект, новую какую-то, я не знаю, рубрику. Да, то есть мы ее купили. Сейчас не сильно ниже рынка, не сильно дешево. Ну, то есть по низу рынка, естественно, первая цена для Ешки. Но, смотрите, тут пробег 58 тысяч километров. Она с 2017 года, до Рест. Тут установлен новый Рестовый пиздатый руль. Очень крутой на ощупь. Да. Все в карбоне. Есть там небольших пару расчетов. Небольшие суммы типа 50, 50, 300к. Ну, это вообще не критично. Главное, что она снаружи свежая. Мы ее посмотрели, оценили. Все окей, нам понравилось. Приехали, забрали. Это, кстати, была самая быстрая покупка в мире. Мы за 7 минут забрали тачку. Реально, мы пришли и отдаю деньги. Через 7 минут мы уже уехали. Поэтому мы решили купить хорошую машину и продать ее не в самый большой плюс для нас. А сейчас у Марата был разговор с Яном по поводу Жиги, которую мы забыли на Крокусе. Она у нас сдохла, не завелась. Сила Кум. Я, короче, покажу. Ее не забыли. Мы приехали за Жигой. Место, где мы ее оставили. Жиги не было. Мы ее искали 30 минут. Ее куда-то увезли. Мы пытались открыть. Я сломал ключ, когда мы ее покупали от багажника. И аккумулятор у нас в багажнике. Мы ее не смогли прикурить. Нам пришлось покупать аккумулятор. Жига стоит там. И сегодня нам нужно идти еще в колесо. И, скорее всего, мы ключи там не забыли. Ну, вообще, без пределов. Короче, это как на рынке. На продаже сейчас очень мало БУ хороших автомобилей. Мы решили, если видим в городе крутую тачку, подъезжать. И прям спрашивать, продаете ли вы? Вот как с Жигой. Вдруг кто-то резко продает, и мы купим как с Жигой. Кто хочет продать крутой автомобиль, типа 63-й какой-нибудь АМГ или МК. Ну, или любую другую марку. Ну, крутая тачка, реально, которая интересная. По низу рынка, либо даже ниже рынка, скидывайте все варианты мне в инстаграм директ. Мы с вероятностью 99,99%, если будет крутая тачка по нормальной цене, приедем и у вас ее сразу же выкупим. Короче, мы приехали заводить Жигу. Украли магнитолу, шнур оригинальный, Apple. И аккумулятор. И аккумулятор. Короче, мы оставили Жигу на Крокусе. Ее приезжали, уже пытались запустить, не получилось. Сейчас третий раз приехали уже с Акумом новым. И, как оказалось, тут украли магнитолу. Вот так вот в этой стране. В Дубае за воровство отрезали руку. Там бы никто в жизни не смел с открытой машиной ничего сделать. А у нас, в России, такой вот беспредел. Короче, пока они там запускают Жигу. Сейчас покажем вам супер дрифт на АМГГ. Еш сериас. На чем дрифт круче? Вот вы сравните и оцените. На той Жиге или вот на этой Мэрисе? Я сейчас крунусь чуть-чуть. Вот попшите, как надо. Короче, я собирался сейчас подрифтить. Мы видим ДПС, я думаю, ладно, пофиг, все равно крутанусь. Мне звонит Марат, говорит, да их на Жиге только что тормознули документы, нужны подъезд. Мы через Крифтич поехали. На встречку? Да. Ебать, а кто за рулем был? Арсен? Чеченский виндизит. Арсен, да? А, так а где остальные документы? Это вопрос. Смотри, вот видишь, находится радиатор охлаждения. Да. Видишь, они не защищены никакими решетками. Вот смотри, что произошло. Вот видишь радиатор? Вот стоит новый. Да. А вот старый. Просто ехал по дороге, попал камень и пробил его. И все, да? Никаких защит. Они предусмотрели защитную вот такую вот, видишь? Она на нем, да. И вот видишь, пробило, вот. Короче, все, друзья, Ешка встала. Точнее, на подъемнике повисло. Вчера ехал Марат просто 60 км в час. Ему прилетает камень вот в эту решетку. Грубо говоря, в радиатор. И пробивает его напрочь. Он листает в меню, заходит в настройки, а там повышенная температура. Выскакивает ошибка. Он глушит машину на эвакуатор и вот сюда привозит. Короче, попали еще на дополнительные траты. Вот ради контента идем, друзья, для вас на вот такие риски. Короче, все, я забрал Ешку. Минус 36 тысяч рублей. Слушайте сейчас внимательно. Если вы хотите продать тачку, перекупу или сдать ее в трейд-ин, забудьте. Вместо этого напишите мне в этот инстаграм. Мы ее приедем и в тот же день заберем за наличные. Любые тачки от 50 тысяч рублей и вплоть до 30 миллионов рублей. Главное, чтобы она была по низу рынка. Просто так не пишите. Смотрите, у меня высветилась ошибка только что. Долейте охлаждающую жидкость. Блядь. Везде проблемы. Итак, пока я жду антифриз, расскажу, откуда же у меня такие возможности в выкупе авто. Кто не в курсе, зарабатываю я на инвестициях и, соответственно, все свои свободные средства вкладываю в фондовый рынок. Так как большей доходности на большой долгосрочной перспективе нет нигде. И, соответственно, чтобы не вынимать из оборота мои личные средства, я купил эту Ешку на деньги знакомого инвестора, с которым мы договорились сотрудничать на таких условиях. 50% от прибыли с продажи этой тачки я отдаю ему и 50% идет мне. Ну, а что я буду делать дальше с этой прибылью, узнаете чуть позже. И там замок открыли. Короче, друзья, иду в то же место, где я продавал М5. И вы сейчас охренеете, кто у меня хочет купить теперь уже эту Ешку. Ура, братьки. Камера. Ура. Ты сразу же, сразу же. Давай, смотри, смотри. Чего-то лахту не оставил. Сука эта ебаная стриньководская, просто мерседесовская. Нормальная не то, что на BMW, нахуй. Повторим, как с тобой на заднем приводе, когда он купит первые 30 минут. Я спал. Эту то хуйню надо сразу на столб намотать и поссать еще. Я, конечно, братан, все понимаю, но 210 тысяч за парковку я не готов отдать. Это, может, не та карта? 210 тысяч рублей. Забыл карту и катерку сейчас заплатить и все. Да не, мы, блин, устояли на 300 рублей. Прикиньте, мы меньше часа назад сюда заехали в Сити, парковка 210 тысяч рублей. Ебанулись, что ли? Да мы можем за тачкой выходить. Не, мы уже оплатили 210. Теперь отдам и все. А что в итоге было? Глю на грамме. Мужик стоит. Ох, у меня 210 тысяч тоже. Тоже хуй стоит. Короче, Петя все-таки ее забирает. Будет самое жесткое в мире противостояние с этого момента в Сочи. М5 Е63 С. М5 Е63 С. Будет никакого противостояния. Ему просто в рот хуёв напихали. И вот этой свинговодской хуйней. И на этом все закончится. Друзья, ну вот и настал день, когда мы продаем эту Ешку. Кстати, в следующем выпуске вас ждет просто взрывной контент вот с этим СЛСом МГГД. Вы не поверите, откуда я его взял. Но это просто бомба. Ну а сейчас наша задача все-таки отдать эту Ешку. Купили мы ее, как вы помните, за 5 миллионов 200 тысяч рублей. А отдаем мы ее за сколько? За 5,3. Короче, небольшая получилась прибыль. Но зато мы ее скинем. Потому что этот вариант покупался срочно. Не прям по идеальной цене. Поэтому в соточку прикуриваем и отдаем. Мы ее продали за 2 недели. Сегодня ровно 2 недели, как мы ее купили. Но это не так уж и мало. Мы сейфанули, получили все удовольствие. Мне даже немножко грустно ее продавать. Хоть совсем чуть-чуть. Она оказалась классной машиной. Но дальше будет лучше. Короче, еще раз. Кто продает свою тачку или хотел бы продать. Кто ее сдал бы в трейдин или куда-либо по низу рынка. Обязательно напишите нам в этот инст. Мы ее приедем и в этот же день за налик выкупим. Хоть она из 50 тысяч рублей стоит хоть 20 миллионов рублей. Любые тачки рассматриваем. Чем дороже, тем лучше, наоборот, для нас. Но по низу рынка самое главное. А еще мы можем выкупить у вас недвижимость. Поэтому насчет недвижимости, квартир, домов и тому подобного. Тоже писать нам в этот инстаграм. Выкупим практически в тот же день. Хоть это какая-то элитная недвижимость чуть ли не за миллиард рублей. Хоть это однушка за 4 миллиона рублей в Москве. В общем, без разницы. Пишите. Мы открываем бизнес, как говорится. Будем делать бабки. И снимать с этим самое главное контент для вас. Плюс, если вы продадите нам тачку, по вашему желанию мы можем с вами снять выпуск. Мы эту тачку дальше идеально отснимем и продолжим великолепнейшую историю этого чудесного создания. 570 относило, а по звуку как будто тут под тысячу. Да, звук тут бомбовый. Хотя тут пайпов даже нет, тут стоковый выхлоп. Поехали пайпы поставим. Нет, вылазить неудобно, я брать не буду. Двери, кстати, божественные, закрываются тоже интересным образом. Единственное, выходить неудобно. Постоянно бьешься головой. Но в целом идеально. Идеально. Короче, сел ко мне Маратик. Да. Что думаешь о тачке? Тачка топ. Реально, я никогда не езжу. Мне очень нравится, очень кайфовый звук. Очень много внимания привлекает к себе машины. Это, наверное, одна из таких машин, на которых это круто, что ты на них катался. Это история. Да. А что думаешь по поводу вот того счастливого Джонни? В общем, я сегодня, когда ее выгонял утром, мне даже было немного грустно, что мы ее продаем. Но посмотрите на то, как он сейчас. Давай. Стабилизация открыта. Кстати, из-за того, что у нас покупает эту машину очень хороший товарищ, вы ее увидите еще на канале. А знаете, почему вам будет это интересно? А потому что сегодня вечером он везет ее в сервис для того, чтобы поставить на нее стейдж-2 пайпы. Попкорн. И сделать, чтобы она огнем стреляла. Представляете, насколько это будет мощно? Да. Я не знаю, сколько времени она проживет в таком состоянии. Еще, как я понял, он хочет полностью перешить салон в красный. Вот этот весь черный будет красным. Я точно знаю. Салон будет киздатый, красный. Красный ремнилый Виттон. А вес Брабос будет стейдж-2, 2,7. Ну, короче, вот так. Бэй-бэй. Ламба. Мэ. Мэй-мэй. Вот так будет делать. Друзья, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте уведомления. Следующие выпуски будут ебанутыми. Субтитры сделал DimaTorzok